Интеллектуальные конкурсы и викторины, познавательные шоу и опыты, научные стендапы и даже собственная валюта. 12 октября в Крае стартует ежегодный фестиваль науки Алтая. В течение трех дней алтайские столичные хедлайнеры будут доказывать, что наука может быть нескучной. Подробнее о предстоящем событии мы спросим сегодня у в Рио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инессы Долженко. Здравствуйте, Инесс. Здравствуйте. Я первым делом хотела бы спросить, какие бы вы лично опыты хотели бы посмотреть и какую площадку посетить? На самом деле мы стараемся каждый год делать фестиваль очень таким необычным и особенным. В этом году тема очень сложная, которая со Всероссийского фестиваля науки к нам перешла. Это мега-сайенс, это большая наука. Но, соответственно, показать большую науку наглядно достаточно проблематично. Поэтому мы придумали такой ход, как показать развитие алтайской науки от Алтай-Калабель-человечества и до Индустрия 4.0. То есть это самые современные уже технологии. И площадки соответствующим образом тематически выстроены тоже по различным временным периодам. Но вам какая конкретно интересна? Вам лично? Очень интересная площадка, безусловно, Алтай-Калабель-человечества. Я сама люблю очень историю, поэтому мне, безусловно, различные артефакты, которые в раскопках наших археологов были найдены, они очень интересны. Ну и площадка, которая связана с периодом советским. Это научно-техническая революция. Хочется немножко окунуться в детство, где-то поиграть и попечатать на печатной машинке, вспомнить, что такое логарифмическая линейка и так далее. А это где будет проходить? Вообще сколько площадок задействовано в рамках фестиваля? Центральная площадка – это у нас театр драмы. Именно на площади театра драмы будут основные все действия, все мероприятия. Ну и в последующие дни это, безусловно, площадки всех вузов наших и дополнительная еще экскурсионная программа на ряд инновационных предприятий. То, о чем вы говорили, будет в драмтеатре проходить. Есть ли среди мероприятий, и вообще сколько их всего будет, что-то совершенно новое? Да, в этом году мы реализуем два новых формата. Один из них – научный стендап. Это как раз для студентов уже больше, чем для школьников. Это вот о науке, о серьезных научных вещах. Совершенно популярным таким языком будут рассказывать ученые как нашего региона, так и приглашенные хедлайнеры. Это такое соревнование, которое предполагает потом выбор победителя. То есть тот человек, который донесет до непосвященной аудитории, собственно, идею своего научного исследования, тот и победит. Это будут ученые или студенты принимать участие? Нет, это будут ученые. Студенты будут наблюдать. Студенты будут наблюдать. Как раз для них будет вот это повествование. Они должны будут понять в итоге все-таки, о чем им рассказывали. А еще один такой интересный формат – это викторина нон-стоп. То есть вот начиная с 10.30 и до 5 часов вечера будет очень-очень много вопросов. Будут некоторые мифы научные развеянные. То есть это тоже такой формат новый, который мы раньше не использовали. Это все в первый день будет проходить? Да, 12 октября. Ну и, безусловно, таким интересным, наверное, моментом фестиваля будет все-таки валюта фестиваля. Об этом мы еще немножечко попозже поговорим. А вот мы начали, Нес, о том, что приедут известные люди, неординарные, именитые ученые. Кто эти люди? Откуда они? Один из них – популяризатор науки, известный в стране – это Максим Казарновский. Его сфера научных интересов – это биотехнологии, фармацевтика, все, что связано с биологией. То есть вот этот человек работает именно в этой плоскости. С удовольствием решил приехать? Или сложно пришлось уговаривать? Вообще, на самом деле, очень сложно найти, но в данном случае все совпало очень хорошо. В Алтайском крае достаточно развита тема биотехнологий, поэтому ему интересно, помимо просветительской такой лекции, еще посетить ряд инфраструктурных объектов наших вузов. А еще кто? Антон Диденко – это финансовая академия при президенте Российской Федерации. То есть сфера научных интересов – это экономика, финансы, все, что связано именно с этим блоком. И опять-таки продолжим. Вы заговорили немножко о валюте. Зачем вообще какая-то валюта фестивалю? Что это? На валюту сначала нужно заработать. Это будут фесткоины, номиналом различным от одного до десяти. А вы печатали какие-то специальные деньги? Конечно, у нас печатали специальные деньги. Для чего это нужно? Дети на площадках будут отвечать на различные вопросы, принимать участие в научных экспериментах. Школьники, я так понимаю. Школьники, да. Опять же, за участие в викторине в научной достаточно много можно заработать фесткоинов. Ну и, соответственно, в зависимости от того номинала, который они накопят, могут потом выбрать себе призы, которые очень-очень достойные. Начиная там, конечно, от простейших – значки, флажки, закладки. А один фесткоин – это сколько? Если в рублях, например. Ну, минимально нужно набрать пять хотя бы фесткоинов, чтобы можно было получить значок. То, что дороже, естественно, там нужно поработать. Самые такие топовые призы – это у нас и рюкзак, и толстовки, есть кепки, футболки. Ну, в общем-то, все символика. Есть за что побороться на самом деле. Да, безусловно, есть. А чем еще особенен фестиваль науки, который в этом году проходит? У нас еще будет работать уличная площадка, предполагается выставка ретроавтомобилей. При этом не просто ретроавтомобили, да, а еще и мы хотим проследить всю эволюцию развития автомобильного движения. С научной точки зрения. С научной точки зрения. Там же будут уже и современные абсолютно лаборатории работать, вот мобильные такие на улице. Поэтому вот это дополнительно. Это об отечественном автопроме будет идти? Об отечественном, безусловно, об отечественном автопроме. Ну и попробуем запустить дроны, да, как уже такая верхняя ступень современного развития беспилотники. То есть это все тоже можно будет попробовать на фестивале. Это все 12 октября в Драмтеатре? Это все 12 октября, да, безусловно. В последующие дни вузы будут реализовать различные активности на своих площадках. На самом деле программа включает более 200 уже на сегодняшний день даже мероприятий различного совершенно направления. И гуманитарии найдут себе площадку по душе. И очень сложные есть такие темы, связанные с квантовой физикой, с астрономией. Ну то есть все, что... Разный спектр науки. А любой желающий может попасть, да, школьник, я так понимаю? Открытые абсолютно площадки, не только школьники, но и взрослое население. И они будут за валюту бороться? Я не знаю, может быть взрослые тоже включатся в борьбу. И в этом году, кстати, еще новый формат, который мы используем, это родительский лекторий. Это на площадке педагогического университета. По тем темам, которые волнуют родителей, во взаимоотношении с детьми, будут даны консультации, открытые лекции. То есть это все вот на площадке педагогического университета. И также новый формат, это открытые лекции ученых. Ну здесь уже наши, алтайские ученые. По различным темам. Это вот театр и драмы, как бы в зрительном зале. Инесс, ну и в завершении нашей беседы, скажите мне, насколько все-таки такие научные фестивали себя оправдывают? И появляется ли после их проведения больше желающих заниматься наукой? Мы говорим о молодежи, о школьниках. На самом деле число площадок у нас ежегодно увеличивается. Посетителей число тоже прирастает. Центральную площадку мы стали делать не просто так, а именно с целью охвата. Чтобы больше школьников охватить этим движением. Безусловно, потом идет активная запись в различные предуниверситарии. То есть в вузы приходят уже школьники с желанием заняться именно наукой. Ну выбирают для себя что-то, да. То есть есть безусловный интерес, есть у ребят. Инесс, спасибо большое. Еще раз, во сколько 12 октября начало? Начало с 10 часов и до 5 часов вечера. Ждем вас в театре драмы. Спасибо. Мы сегодня говорили о большом фестивале науки, который пройдет совсем скоро. С Инессой Долженко, временно исполняющим обязанности, заместителем министра образования и науки Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин